Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 88. Насчитывается новый завет с толкованием блаженного Феофилакта. С комментариями читает Колесников Никита. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 14 стих. Благодать же Господа нашего и Иисуса Христа открылась мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Толкование блаженного Феофилакта. «Сказал многое и великое о человеколюбии Христа, о том, что он его, достойного самого страшного наказания, помиловал, теперь говорит, что он не только это даровал, но и удостоил его усыновления, сделал братом, сыном, другом и сонаследником. Так обильно открылась благодать человеколюбия его. Но чтобы кто-нибудь не сказал, так как всюду благодать, следовательно, нет свободы воли, апостол прибавляет «с верой и любовью». «Ибо веру, говорит, привнес я, уверовав, что он может спасти меня. И любовь также сам я приобрел во Христе Иисусе, потому что виновник моей любви к Богу Христос, а не закон». Этим показывает, что с верой должно соединять любовь. «Ибо от любви зависит исполнение заповедей. Как сказал Господь, если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие Теана, 14, 15. 1 Тимофея, 1, 15. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Толкование. «Сказав выше, что он помиловал меня, гонителя продолжает, не удивляйся и не сомневайся в величии дара, ибо для этого он и пришел в мир, чтобы спасти всех грешников». Итак, верно слово и достойно приятия. Интересно, что многие не знали, кто Павел, а он наоборот афишировал себя. Я был такой, ты изменил свое мнение, он не боялся этого. А человек слабохарактерный, малость ведущий, он боится. «А как мне думают, ты настаивал на этом, а теперь по-другому?» Это не надо думать никогда о людях, это все замнется. Главное, что ты обретаешь истину. «Я не достойно звать апостолами, я гнал церковь, и постоянно об этом говорит, и Петр говорит об этом, не надо этого бояться. Ой, я когда стал писать, там, для слова Божия нет уст, и там написано, что как у нас в Потеряевке бывают неурядицы какие в книге. Тут одна сестра подошла, да зачем же писать-то, да кому она, Потеряевка, нужна будет, да то другое. Я уважаю своих считателей. И когда я вернулся из заключения, и политзаключен дают дела, которые есть, обязан, но в присутствии там какой-то студент или кто сидит, следователь, я при нем листаю все и выписываю. А сколько? Не ограничивает закон. Я могу месяц сидеть, и они месяц будут человека тратить на меня. И я выписал, что на меня показывали недружелюбные люди, как они меня поносили. И все это поместил в книгу. Да ни один человек бы на земле этого не знал. Меня сразу уткнул один, а вот ты какой. Да такой. А ты что, я думал? А ты откуда узнал? Да из вашей книги. Ну так, значит, я не боюсь этого. И в интернете. Они цитируют мои ролики. У них-то ничего нет. Значит, я не боюсь этого. А что бояться-то? Я согрешил, я каюсь. Я двигаюсь вперед. Нужно быть религиозно талантливым. Вот мне это нравится как. Вот считают, так называемое апостольское служение. И как? Да никак. Мы дали его посмотреть, я епископ. Да кто вам разрешил? Внимание. У нас правящий архиерей. Дали на Домодедовский. Патриарха Кирилла. Викарный. Признаете? Ну, ну да. Ну, он проверил все. И говорит, а что тут? Тут все у вас по слову. Он ни одного замещания не сделал. А составил то Виктор Савченко. И мы по нему молимся. Укороченное. Потому что где священник, где говорит то. Так? Ну, ну да. Ну и дальше-то какие? Вот мы молимся утром. Я молюсь, ангел перечисляю. Все. Меня спросят, дайте, как вы молитесь? Как молитесь? Я нигде не считал это. Это мне, это на молитве приходит моя молитва. Я ее тогда записал. Я теперь, я говорю, как уже стандартно, стандартно затвердевшая. А говорят, Серафим Саровский сказал там сто раз Богородицу считать. Я считаю, один раз. А вот Иисусу молитву десять тысяч поклонов надо. Я считаю, только два поклона. Один помилуй всех, а потом помилуй меня грешного. А дальше я все время варьирую. Вплетаю сегодняшний день, вчерашний. То есть надо быть религиозно талантливым. Мне очень понравилось это выражение. Я высчитал Андрея Кураева. Я не боюсь сказать, это не моя наработка. И он не побоялся обо мне сказать. Игнатий меня проволок по всем этим кочкам. Но у него вот что есть. Я сразу Игнатий проволок по кочкам. Я смотрел в книгах. Посмотрите, сто двадцать раз я его проволок. Сто двадцать. Я посмотрел, положительно почти нигде нету. Везде отрицательно. И он не побоялся это сказать. Я не побоялся. И наши отношения так и сохранились хорошие. И все. Так. Ну а у вас бывает так, что вот вы говорили, спорили, а потом заболели. Помилуй Богу, да ты что. Вот она сидит свидетель. Наоборот. У меня десятикратная сила вливается. Я эти столбы, вы столпы, на столпах там все столпы повалю. Почему? С Богом. Тот, кто у вас сильнее того, кто в мире. Они что-то сумеют? Ничего они не сумеют. Они будут все разбиты на голову. Решительность четвертое качество лидера. Итак, пошли. Потому что невозможно не доверять дарованному. Напротив. Так как бесконечна благость благоподателя. Оно заслуживает доверия и приятия. Это направлено также против иудеев, преданных закону. Чтобы показать им, что без веры невозможно спастись. Почему же он, сказав в другом месте, по правде законной, непорочной, филиппийцам 3.6. Теперь ставит себя первым из грешников. Потому что пред правды во Христе, правда по закону ныне грех. Так как время ее уже прошло. Пока было ее время, она была правдой. Подобно тому, как ночью луна и свеча свет. Но когда явился Христос, как солнце, тогда затмил ее. И так погрешает и неразумно действует тот, кто пользует свечой. Под законной правдой. Когда воссияло солнце правды Христовой. Ну, когда открытие уже сделано, все, что ты свечкой носишься. Тогда достаточно было того. А сегодня все открылось. Свет Христов. И почему тебе на молитве Бог это не открывает? Значит, связи с Богом нет. Нету связи. Бог обязательно показал бы, что так или не так. Только одно. Господи, лживо это или не лживо. Все до одного в мире знают, что это лживо. Нет. Это что означает? Только дух лжи. Дух поселился. Тут корень-то в этом, а не в том, что там он говорит. Сегодня одно, завтра другая идея будет. То есть, где бы лживое, не было лживый человек, он обязательно должен с ним. Этого нет еще. Нет. Я рассказываю, как с этим зяконом ходил на поле, молился. И помолились. Маленько он размяг. Ну вот я приехал домой. Его теща тут стоит и спрашивает. А у нее там с матушкой что-то там. Фотоаппарат она вырывает. Начала матушку фотографировать нельзя. Она с Алифтиной-то. Он только проходит мимо. Только сейчас на поле были вместе и вместе плакали. Я его старался примирить как-то. Ты напрасно на меня говоришь, что этого не было. Не было. И он сразу, сразу ожесточен. Ну и что он вам тут впаривает опять? То есть дух лживо никуда не ушел. Он на минутку отступил и все. А гвоздь-то там остался, внутри. Это все. И стоит, я не расслышал, спрашивает. Он слово-то впаривает. Это, ну, мы ничем, я не давал такого повода. Во-вторых, мы разные с ним. И не на возрасте. То есть он страшный хам. И везде отравляет все. Почему? Дух лжи. И он не понимает этого. Да кон же дьякон. Не имеет значения. Хоть патриарх, хоть папа. Ложь. А ты расскайся об этом. Расскайся и не будешь болеть. Не будешь. Вперед. И в другом месте апостол говорит об этом. Прославленное даже не оказывается славным. 2 Коринфянам 3.10. 1 Тимофей 1.16. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него, к жизни вечной. Толкование. Обрати внимание на смирение Его. Для того, говорит, я помилован, чтобы никто из согрешивших уже не отчаялся, но был в полной надежде на прощение. Так как получает спасение величайший из всех грешников Павел. Этим апостол показывает, что сам он не заслуживал прощения, но ради спасения других сподобился и всего человеколюбия Божия. Не сказал просто, чтобы во мне показал долготерпение, но все долготерпение, как бы так говоря, бесконечно согрешив, я нуждался во всей милости, во всем его человеколюбии, а не отчасти, подобно тем, которые отчасти согрешили. В пример, говорит, то есть для примера, для утешения и для прощения всех, кто хочет веровать. 1 Тимофея 1.17 Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Толкование. Так как апостол сказал очень великое о сыне, именно, что он спасает отчаявшихся, то, чтобы кто-нибудь не подумал, что отец лишен своей славы, он высылает и ему славу. Все это общее и у сына, ибо и он также царь веков. Если он творит с веков, то как он не царь, нетленный, невидимый по божественности и единый мудрый? Он сам и есть мудрость отца. Это же нужно сказать и от духи. Единому премудрому сказал не для противопоставления отца сыну и духу, нет, но для того, чтобы показать, что хотя и ангелы, и люди имеют премудрость, но по-настоящему премудрый один Бог, как источник премудрости, все же другие твари, имеющие премудрость, делаются причастниками ее. Вот эту фразу надо запомнить. Как же Господь сказал, не называйтесь один у вас отец на небе, а в другом месте отцов у вас немного. Значит, есть наставник один, а дальше у вас тысяча наставников, Каринский напишет. Вот это вот надо помнить. Он родоначальник. Остальные от него учителями могут называться. Как не называться, когда он поставил, и третьих поставил учителями. Вот это узо сектантского мышления, это от сектантов. Это от дьявола идет. Дьявол все суживает до одной точки. Один стих или один какой-то человек где-то что-то сказал, без оказательств, без чего, чтобы захрипеть на этом вонючем гвозде. Вот откуда идет. То есть нет критического разбора своего мышления. Честь и слава, не на словах только, но и в делах. Слава и честь, словом воздаваемая, являют нас только благодарными, а воздаваемое делом делает нас подражателями Ему, что гораздо больше. Бог требует от нас прославления Его и словом, чтобы мы любили Его. Ему внимали и повиновались, и через это сами же получали пользу. Подобно тому, как и девящийся на славу солнечного света себе самому доставляет пользу, наслаждаясь светом и пользуясь им при делах своих, а не пользующиеся им самому себе причиняют ущерб и лишение. То есть они все говорят, цветы отцы, а солнце... А они знали, что такое солнце? Не один. А почему? Так еще не открыто было. Открытия на каждый век даются, отмеренные, определенные. У нас самые большие такие распространенные открытия. Мобильный телефон. А теперь интернет. Более одного миллиарда людей утром включают интернет. А знали они? Нет, конечно. Сегодня знания у ученика, если он правильно учится, во втором классе больше, чем у самого высокого ученого 200 лет назад. Он вот закон его, ему не надо, он готов взял Парадея, Макс Вэлла прочитал, он уже знает Попов радио, да ему что-то давно только и уже радио идет. Он знает больше, потому что время прошло, распространилось сведения об этом изобретении, и он знает. А как святые? Святые дали, но они не исследователи. Не исследователи. Потому что это не дано было. Для этого не было еще приборов, ни телескопов настоящих, ни микроскопов, макро, микромир. Они знали эти слова? Не знали. А знали, что Северный полюс? Не знали. И как он мог говорить о земле? О чем? То он ничего не мог говорить. Ни Златоуст, ни Василий Великий. Откровения Бог не давал. Закрыто было. Не из-за того, что они глупые были. Дано было им только вести людей. А теперь дается дальше. И вот Павел Флоренский знал больше, чем все вместе взятые святые отцы. Почему? А время уже было другое. Уже он все это знал. Вот причина какая. И мы должны это видеть. Ну нельзя так слепым быть и полностью порабощенным духом лжи. 1 Тимофея 1.18 Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Толкование. Так как он употребил слово завещание, завещание же есть нечто повелительное, то и прибавил. Сын мой Тимофей, ибо не повелительно, я говорю тебе это, но как сыну, сказал также, преподаю, чтобы объяснить строгость хранения, потому что не наше то, что мы имеем, но Божие. Поэтому, что он даровал, то должны хранить. Сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Звание учительское и священническое, будучи великим, нуждается в указании Божием, чтобы принять это звание достойному. Поэтому в древности по пророчеству избирали священники, то есть по внушению Святого Духа. Ибо пророчество в том и состоит, чтобы высказывать то, что есть в настоящее время. Так и Тимофей был избран на священство. Но так как он говорит о многих пророчествах, разумея, быть может, и то, когда первый раз принял его число учеников, и то, когда обрезал его, и то, когда рукоположил его, все это совершалось с пророчеством. Поэтому он говорит, преподаю тебе завещание сообразно с бывшими о тебе пророчествами, то есть обращая взор к конным пророчествам, и как бы научаемый ими, что должно тебе делать, убеждая тебя, чтобы ты ходил достойно их и не посрамил их. Что я заповедую тебе? Чтобы ты воинствовал в них, то есть чтобы ты не обходил законы их, но как они избрали тебя, и на что избрали? Как добрый воин. Ибо есть и злая служба воина, когда кто предоставляет уды свои в орудии греху и нечистоте. Вспомнил же апостол о воинстве потому, чтобы показать, что воздвигнута сильная брань против всех, а особенно против учителя. Поэтому должно бодрствовать и не показывать со своей стороны ни малейшей слабости. То есть тут нельзя уступки делать какие-то. Возвижденный учитель, а то другое. Ты показываешь Слово Божие. Слово Божие сказано все. Ни шагу никуда. Святые отцы говорят, говорят о вере. Об устройстве они не знают ничего. Человеческое тело. Они знали, что можно отрезанный палец и заново пришить. Да нет, везде говорят отдельно все. Они неоднократно об этом говорят. То есть они видели это тысячекратно. А знали ли они внутреннее устройство человека, не знали. Ни грамма не знали. Совершенно не знали. Иногда говорят такое даже смешно. Почему? А не открыто было, он залез туда, где ему не открыто. Серафим Саровский не боялся сказать. Когда я говорил не в Духе Святом, я ошибался. Ошибался. То есть, ну а кому Бог дает открыть? А Бог сам избирает кому открыть. Изобрели атомную бомбу и где? В Америке. Советским не дано было. Они выкрали. А выкрали как? Там муж с женой. Муж с женой работали, и эти сведения передали. Их арестовали, обоих казнили. Казнили? А эти, которые взяли у них, они могли помочь? Не могли. Никак. Их забыли. Они все. И деньги им не нужны теперь никакие. Муж с женой обоих казнили. Вот как. И туда кого они искали? Американцы таки умные. Умные, но дальше не могли идти. Им нужен был человек. Прорваться в космос. А этого не было ни одного. А кто знал? Только один. Верлер фон Браун. Немец. И они его, Фау-2 запускал там, и они его отсюда, говорится, поймали, к себе привезли, и он там у них работал. Ну, конечно, условия у него были хорошие. Не то, что шарашка советская. И все. И они первые все это сделали. И на Луну сели там. А у советских так и не могли. Программа лунная кончилась. Ну, а можно было тут воспитать. Никак. Королев делал это. Ему дано определенное. Через это Сергей Павлович не мог шагнуть. Ну, надо научиться мыслить категориями священного писания во свете Библии, рассматривать все события. Вот тогда у тебя слово Божье будет живо и здесь. Оно заговорит. Не просто положил на полочку. Что бы ты ни увидел, ты знаешь, какое место писания. Вот до этого, что по Тверде и что это по воздуху, я только вчера это все увидел. Я это говорил, но когда встал отдельно, вчера вы ушли, а я все сидел, занимался и только увидел. Теперь никуда нельзя не шевельнуться. А дальше уже одна дурь катится чернотой, кто будет против. Никак. И так считаем. 1 Тимофей 1.19 Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Вот так. Кораблекрушение в вере. А так в вере не без веры. Вот это надо запомнить. 1 Тимофей 1.19 Имея добрую совесть, некоторые отвергли, то есть как, ну, надо это по совести. Всех не признавать, всех обвинять, ни одного доказательства нету. Ни одного нету. Ну, а был ли Сталин член масонской ложи? Никто не знает. По сегодняшний день нигде не пишут. Гитлер был, да, образовал свое общество. Туле. Раньше писали фули, но буква Т и Ф это одно же. У нас говорят как? Фома. А у них Том Сойер. Том, Фома, Том. Т и Ф, оно альвеолный звук такой издается. Буква Ф, прикус зубами язык взять. Это одно и то же. Общество образовал. Да как же так? А Черчилль и Рузвельт масоны. И теперь, теперь ищут убить масона. Почему? Да потому что над ними есть другое еще. Кто их образовал-то? Они только в прихожей. Дальше их не пускают. Они-то не знают. Вот сейчас избрали этого Дональда. Убить, не убить, это решать будут. Кто-то решать. А он такое хорошее отношение, что сказали, то он сделает. Да, что не сделает. Его поэтому и возвели. Ты будешь все делать как мы? Конечно. Все, тогда мы голосуем за тебя. А самодержавный царь Николай, или кто-то. Вильгельм в Германии. Он сам решал. И поэтому убрать этой империи. Убрали. А в Англии королева. А она никакой роли не играет. Только награды выдавать или еще что-то решает парламент. Где дьявол и человек побратались вместе. Вот как надо рассматривать. А ты знаешь? Ничего ты не знаешь еще. Ничего. А что? Гвоздь. Выдели его оттуда. Я писал стихотворение. Черная заноза недоверия. Презрение. Потери дружелюбия. Только гвоздь этот защитит. Ни перед чем не стоит. Так это же глупо. Разницы никакой нет. Независимо от того. И мира нигде у этого человека не будет. Почему? Немирный дух поселился. А я в тебе узнаю что-то. Ты больше узнаешь. Он узнал про Бога. Он свержен с неба. И ты ему дал квартиру, этот гвоздь. И он теперь там навешивает, что хочет. Ты растудись дальше-то. И ты поймешь, как страшно. Почему в молитву Господь как бы монтировал. Избави от лукавого. Да будет воля твоя. Ты ее узнал, волю Божию, по любому вопросу? Нет. А с чем что-то защищаешь? А я... Не думать не надо. Прими так, как есть. Кредо. Кредо во что верует. Вот мы и веруем. Веруй в единого Бога Отца. Поехали. Полкование. Не думай, говорит, удовольствоваться только тем, что по пророчествам подставлен священноствовать. Но тебе принадлежит иметь веру, чтобы право возглашать слово истины и благую совесть. Или жизнь незазорную, иской благая совесть. Чтобы мог ты и над другими предстоятельствовать благотворно. То есть не просто говорить о благотворном на душу. А ему не понравится, но больной противится. Ему надо воды, золотую, сгореть. Ему не дают. Он больной. И ты должен разговаривать как с больным. А духовно больной человек никак. Здесь должна быть твердая позиция. Как совесть, благой, незазорной. Ты понимаешь, что это слова? Незазорные. То есть ему ни в чем человека, который говорить нельзя зазирать. А сатан будет подыскиваться. А он ест и пьет с блудницами. Ну и что? Так они лучше становятся или нет? Ну я видел, что ест. Ну ест, а ест. Но блудница покаялась. Но он же с блудницами знается. Ну и все. Вот тебе имею. Монах Виталий. Слава Иисусу Христу. Аллиную. Поехали. Ибо как полководцу следует прежде быть хорошим воином, так и учителю самому должно иметь то, чего он требует от учеников. Вот так. Поэтому, несмотря на то, что мы, учители, научимся не пренебрегать советами и наставлениями тех, которые больше нас. Да. Больше нас. Больше. А не так, что все они там подкуплены. Во всем мире все до одного. Все миллиарды людей и все подкуплены. Ну ты же понимаешь, что это нереально. Никаких денег не хватит. Да и зачем это нужно? Нет. Под словом, которую, очевидно, разумеется, благая совесть. И справедливо. Потому что, если жизнь бывает нечиста, то отсюда продолжаются и превратные догматы. Отсюда превратные догматы. Жизнь нечистая. Что означает жизнь нечистая? Ну тут сам разбираю уже, что. Как правило, это связь с женщиной. На первом месте. У нас сейчас еще другое. Компьютерные игры. Повреждает ум. И он прямо об этом говорит. Чтобы не терзаться страхом будущего, живущие нечистиво убеждают себя, что все у нас ложно. А уклонившийся от веры и обо всем умствующий терпит кораблекрушение, несмотря на близость веры. Смотри. Прочитаем еще раз. Смотри. Уклоняющийся от веры. Человек даже не знает, что уже уклонился. И обо всем умствующий. Еще ты умствуешь, когда ничего не знаешь. Ни один вопрос ответить не можешь. Ни об одном человеке ничего не знаешь. А тот плохой. Так ему это открыто. Павлу. А они вокруг него пресали и лаяли на него. А кто? Ни одной фамилии даже нет. Не знает. Ну были эти люди. Да, они подписывались именем Павла. Послание как бы от нас Павел, говорит, послал. Не смущайтесь этим. Это были. И что? И терпят кораблекрушение. Несмотря на близость веры. То есть они еще верующие, еще кланяются, еще молятся. Но уже потеряли кораблекрушение. Полное кораблекрушение. Корабль. И уже мачта лежит на полу. Все. Опрокинутый корабль. Это все было. Было. Это речь о вопросах веры. Не о космогоне. Не об устройстве Вселенной. Кораблекрушение. Ибо вера тихая присталь. Она держит ум в спокойствии. А исследования это волны, которые то там, то здесь, как во время кораблекрушения, быстро захватывают ум и ударяют его от скалы. Или даже потопляют. Не раньше, не позже попал нам этот текст. А мы идем по порядку. Как в тему-то все идет. Кораблекрушение опрокинуто. А мы не могли это, чтобы встретить людей, которые бы нас ставили, а не потерпели кораблекрушение. Нельзя. Они прописаны там, в другом месте. Они никого не слушают. Никого. Авторитетов нет. Самых авторитетных людей в мире можешь представлять, а кто такой златоус, а что ты на него ссылаешься. Я беседовал неоднократно с сектантами. Они авторитета не имеют. А свою, вот эту, берет, что он думает, а где ты взял? Он называет Каргаль. Я говорю, почему ты сектантское это считаешь? Это же не Библия. Но он так говорит. Ну а почему не берешь? Что говорит Ефрем Сирин, Василий Великий? Нет. Уже поражен, поврежден. Он ничего не может сделать. Выход один. Пост, молитва и покаяние. Слезное покаяние. Раскаяние. Говорят, что рога в землю, а не на людей поддеть кого на рога. 1 Тимофея 1.20. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Так ты спасай их. Вот нам говорят, ну можно как-то по-другому, а вы там этого человека, Виталия там изгоняете. Предать сатане. И на этом все кончилось. Да как так? Это говорит Тореща, что все эти люди были рядом, были верующие. А кто он сранит? Имени и Александр. Так они вчера за столом сидели. Да так. Они крещение приняли. Предать сатане. Они неисправимые. Боже мой, да неужели это так? Ну он щепки собирал, простите его, побить камнями. Его жена дома знать не знает еще про эти щепки. Ну дети-то маленькие просыпаются, хватают, тащат. Куда? Убить. И начинают камнями долбить детей. Да какая же это вера? Это малые дети. Да это люди узнают. Не надо рассуждать, уже убили. Я говорю, не прелюбодействовать одно слово. А на шестую заповедь в субботу вот столько написано. Зачем? Никто не знает, что она важная такая. Да. На четвертую заповедь. Поехали. На четвертую заповедь. Четвертую, четвертую. Толкование. О субботе. Видишь ли, что и в те времена были люди, которые превратно учили, которые уклонялись от веры, предавались исследованиям и умствованиям. Ну что ты можешь исследовать? И это все осуждается. Тебе не надо, бери готовое. Бог это открыл. Бог их избрал, людей это открыть. И показывать Архимеду дано. А было такое, не было. Да как так? Неужели верующие были? Верующие были, верующие Бог не открыл. Да как это может быть? Да что они, неверующие лучше? Когда Господь, третья глава и Луки считаем, и говорил, что исцелять, там проще, они смотрели благодать из уст. И он дальше говорит, в Израиле сколько вдов было? Да там вдова на вдове, потому что вручную же воевали-то, они ракетой где-то там из подземелья пустил ракету и спрятался. Вдовы были. И однако он прошел через весь Израиль и никому не постал. А вдовь в Сарепту Сидонскую. Бог послал к язычнице. Почему? Бог смотрит на сердце. У ней ничего нету. Там будешь. Прокаженных полно было. Но исцелиста только один. Почему? По вере придет военачальник сирийский. А кто его побудет к этому? Девчонка плененная. Девочка еврейская была, и она сказала, а вот в Израиле есть такое-то. Ну и здесь смотри даже. К чему тебе исследование умставования? Высокоуствуешь. Когда ничего нету. Так а если бы я был академик, ничего не надо, уже изобретено. Ты с зад петки идешь. Ты с задом идешь теперь. К тому нельзя теперь. Это уже все. Так они ученые дьявола. Так ты маленько-то думай. На кого ты говоришь? Все ученые дьявола. Все они там масоны. А какой дома? Да никакого нету. То есть безответственные слова. Тебя сегодня арестуют и скажут. Ты говорил против этих. Теперь докажи. Ты не докажешь. Тебя пытать будут. Не выйдешь отсюда. Все. До обеда ты уже все отрекся. Я видел этих людей. Размажут. А если бы как солгал? Сразу говорится. Штырем язык к столу. Так. Ровно неделю будешь сидеть. Теперь не двинешься. Будешь ты утверждать? Да нет. Человек отрекается от всего. Принимает другую веру. Иначе голову отрежут. И вот тебе готовый мусульманин. Ты маленько прикинь к себе. Примени. Будешь ты упорствовать, когда тебе век не надо. А это самый гнилой гвоздь у тебя в душе. Лживость. Поэтому ты не унывай теперь, когда видишь таких людей, но противостой им. Прямо показывает. Ну, можно же мирно. Не возможно. А ты противостой им. Это поучение. А неужели относятся только к кому? Это везде одинаково. Решительно противостань. И человек будет спасен. Быть может. Научая других, как же сатана не учит самого себя. Однако апостол не сказал, чтобы он научил их не богохульствовать, но чтобы они научились. Не он совершает это, но так бывает в следствии его действий. Ибо как палачи, будучи сами отъявленными преступниками, вразумляют других, так и дьявол. Но почему Павел сам не наказал их, как наказал варьи Иисуса и как Петр Ананию? Чтобы со строгостью наказаний соединить большее бесчестие, чтобы показать, что и сатане повелевают, и через это быть более страшным. Повелевает сатане? Вот я знаю, с кем были, встретились. Говорят, а почему так? Я с вами спорил. Говорят, на следующий день такое расслабление, встать не могу. Я объясняю. Так это ни один, ни два. Полвека. Полвека. И они понимают, не понимают, я тебе показываю, сколько было. Я еще из заключения не вернулся, прокурор умел, следователь умер. Никого нету, чистое место. И вот три священника, благочинные, выступают, это фильм у нас снимали-то. Кто? Войтович, Капранов и Скачков Михаил. Где? Никого нету, Бог вымелся, как будто их никогда не было. И что? Ну ничего, я-то просто говорю. Вы прикоснулись, касающийся вас, касается Зеницы Ока. Почему? Бог так установил. Никаких почему нету. Бойся этого. Или лучше, апостолы сами наказывали неверующих, чтобы те знали, что они не могут утаиться. Ибо и Анания был неверующим и еще испытующим. Между тем тех, которые уже знали сие и потом отступали от веры, они предавались сатане, показывая им, что они не своей силой, но попечением их апостолов были охраняемы. И теперь начинает говорить, Петр убил Анания, он не убивал, дух святой это делает. Вот говорили, спорили, болеешь, не я болезнь насылаю, сатана, сатана. И ты в полном расслаблении будешь. Здоровые, крепкие мужики, ничего не было, внезапно лежит. Я говорю, что ты лежишь-то? Я сам не пойму, что со мной, я даже понять не могу. Ты вчера спорил, я тебе заранее сказал, ты болеть будешь. И каждый раз так и будет. И выйти из этого нельзя никак. Так почему? Гвоздь, вырви его. Или еще и то, что тех, которых они желали исправить, не наказывали сами, а неисправимых сами подвергали наказанию. Как же виновный предаваем был сатане? Его извергали из общественного собрания, отлучали от стада и нагим предавали волку. Ибо, подобно тому, как в древности облако окружало скинию, так и церковь Христову Дух Святой. Следовательно, кто вне церкви, тот и вне Духа. И потому жалок и легко уловим. Таково наказание отлучения. Ну, скажи, вот человек знает, допустим, он стоит на этом, говорит, ну тебя от церкви отлучат, ну и что? Что, с вами только Бог? Ну, без церкви ты теряешь людей и общество, ну и что? То есть его нельзя уже сдвинуть. Он идет на все, чтобы только сохранить этот ржавый гвоздь, который сатана ему вбил. И сам Бог, предавая грешников болезням и бедствиям, научает через это. Вот так. Он научает, потому ты и болеешь, Бог научает. Будучи же судимы, говорит, наказываемся от Господа. 1 Коринфянам 11, 32. Видишь ли, что исследовать вещи божественные посредством умствований, значит богохульствовать. Оскорбление для божественных вещей, когда кто думает, что они постижимы умствованием человеческим. Все. Есть комментарии большие, добавил. Они необходимы по горячей мысли. Оскорбление для божественных вещей.